Раф, что называют катнутом? Что такое катнут в этом описании? Катнут и гадлут, я думаю, что это понимание, восприятие, что они не чувствуют, что у них есть что-то. Что называется, подняться на Гуру Сина, это как бы подняться, это получить Тору, быть близкими к Творцу. Вдруг они чувствуют здесь еще большую низость, еще большую ничтожность, как они могут раскрыть при этом радость и принять это как истину и самое важное. Подняться на Гуру Синай, согласно ли это другим свойствам, чем человек думает? Подняться это подъем, приближение к Творцу, это больше понимание, больше ощущение, большее восприятие реальности, а тут это может быть что-то наоборот? Да, в этом именно и вопрос, потому что на самом деле чувствуется, что ты все меньше и меньше чувствуешь себя близким к Творцу, все меньше и меньше чувствуешь какую-то, не знаю, какую-то правильную свою работу, но ты все больше и больше чувствуешь как раз, что есть какая-то сила и внутренняя, и внешняя, которая просто хочет выбросить тебя отсюда. И по сути дела твоя работа только держаться, остаться в этом месте, как будто нет здесь, это не чувствуется как подъем в какое-то место, а чувствуется как будто я силой пытаюсь удержать себя здесь и не вылезть отсюда. Почему ты думаешь удержаться? Вот я и спрашиваю, это называется подъемом? Как вы сказали, подъем слышится как будто я продвигаюсь к чему-то, а здесь ты не продвигаешься, ты просто не отодвигаешься назад. Так мы должны понять это, да, что называется, что Мушея как раз самая важная точка из всего человека, это его высшая точка, самая важная, она как раз поднимается на гору Синай. И тогда там, когда она оторвана от самого человека, отрывается от него, там она может коснуться того, что называется Тора.